Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Сейчас многие хозяйки делают заготовку самодельных полуфабрикатов, что существенно облегчает готовку в повседневной жизни. И сегодня, как вариант, я покажу блюда, которые можно заморозить впрок. Список всех блюд и ингредиентов смотрите под описанием к видео. На данный момент у меня три тушки цыплят-бройлеров. Общим весом 5 килограмм 756 грамм. Разумеется, они у меня не замороженные и первым делом их надо помыть и обсушить. Затем разделываю. Сначала я отрезаю гуску, я ее не использую, и вот этот вот боковой жир. Подробно на разделке я останавливаться не буду, все очень традиционно. Окорочка, крылышки, грудка, спинка. Отмечу, что у меня нет возможности посвятить сразу целый день глобальной заготовке. Поэтому, когда есть время, я занимаюсь курами, в другой день, скажем, свининой и говядиной и отдельно рыбными полуфабрикатами. И так чередую по мере того, как заканчиваются те или иные заготовки. Ну, лично для меня такая система наиболее удобна. Итак, что касается спинки. Ее можно оставить просто для супа, можно сварить и обрезки мяса использовать для салата или начинки для пирожков. Если вы вообще не планируете использовать спинку, значит получше срежьте мясо, его можно пустить на фарш. Я на этот раз планирую сделать холодец. Окорочка делю на голень и бедро, а у крыльев срезаю кончики. Таким образом, у меня получается три грудки, три спинки. Сюда же я положила обрезки от крыльев, а здесь крылья, голени и бедра. Два бедра я оставляю просто так, пригодятся для супа, например. И также целиком оставляю одну грудку. Я ее обычно запекаю в духовке или в мультиварке с овощами. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю под видео. Далее из одной грудки я сделаю наггетсы. Для этого снимаю кожу. Кстати, кожу можно пустить в фарш или оставить для приготовления рулета, ну или просто выкинуть, если она вам не нужна. Отделяю мясо от костей. Это можно сделать при помощи ножа или просто руками, как вам больше удобно. С трех бедер я срезаю филе, которое добавлю в фарш. Теперь поставлю все вариться для холодца. Его я обычно готовлю в скороварке, можно и в кастрюле, но это займет больше времени. Складываю сюда спинки, обрезки от крылышек, кости от бедер и от грудки. Сюда же кладу одно целое бедро, которое я добавлю в начинку для пирожков. Рецепт выйдет на канале чуть позже. Добавлю к мясу лавровый лист и по несколько горошин душистого и черного перца. Заметьте, не солю. Наливаю воды столько, чтобы она просто покрыла содержимое. Закрываю крышку и после закипания буду варить примерно час-двадцать. Затем отключаю нагрев, даю остыть и только после этого открываю скороварку. Из двух куриных филе я сделаю самые обычные наггетсы. А если вы хотите что-то поинтересней, под видео я оставлю ссылку на рецепт наггетсах в орехово-сырной панировке. Итак, режу филе крупными брусочками. Добавляю к мясу столовую ложку сметаны, соль и специи по вкусу. Хорошо размешаю, можно сразу делать, а можно дать немного промариноваться. Далее обваливаю каждый кусочек в панировочных сухарях. Их можно сделать самостоятельно или взять готовые. И выкладываю на застеленную пакетом или пленкой разделочную доску. Я использую сразу пакетики для заморозки. Отправляю в морозилку. Теперь замариную голени и крылья. Добавляю сухой молотый имбирь, мускатный орех и черный молотый перец, соевый соус, соль и концентрированную томатную пасту. Тщательно размешаю. Разумеется, что сюда можно добавлять любые специи на свое усмотрение. Затем такое мясо можно будет запечь в духовке как отдельно, так и сразу с овощами. Выкладываю кусочки в одноразовую форму для запекания и несколько раз обмотаю пищевой пленкой. Теперь можно отправить в морозилку. Ну и теперь сделаю фарш. Здесь у меня филе самой крупной куриной грудки и филе бедер. Для приготовления куриного фарша я обычно использую крупную или среднюю решетку. Получившийся фарш тщательно размешиваю и делю его на две части. Из одной части я сделаю ленивые голубцы, поэтому прокручу сюда же одну луковицу и одну небольшую морковку или половину крупной. Из другой части фарша я буду делать котлеты, поэтому предварительно несколько кусочков хлеба я заливаю водой и дам хорошо намокнуть. Итак, в оставшийся фарш я добавлю луковицу, немного чеснока и хлеб, с которого надо отжать жидкость. Прокручиваю все вместе. Количество хлеба, лука и чеснока берите на свое усмотрение. Два вида фарша у меня готовы и продолжу заниматься ленивыми голубцами. Капусту, для которой я натру на крупной терке, так как она сейчас достаточно жесткая, но если вы берете молодую капусту, ее можно просто мелко нарезать. Рис я готовлю заранее, еще до приготовления фарша. Хорошо его промываю, заливаю кипятком, накрываю и даю полностью остыть. Сливаю воду и отправляю к фаршу с капустой. Посолю, добавлю специи по вкусу и тщательно все размешаю. Влажными руками беру фарш и формирую ленивые голубцы желаемой формы и размера. Выкладываю на застеленную доску. Такие голубцы впоследствии можно приготовить как в духовке, так и на сковороде, залив их овощным соусом, можно со сметаной. Все, отправляю замораживаться. В заготовку для котлет отправляю соль и специи и также хорошо вымешиваю. Влажными руками формирую котлеты. То же самое, любой формы и размера. Я сегодня сделаю кругленькие. Обваливаю в панировочных сухарях, выкладываю на застеленную доску и отправляю замораживаться. Так, ну и осталось сделать холодец. Здесь у меня вареное мясо и получившийся бульон, который я процедила. Подготовлю желатин. Его количество берите в зависимости от того, какой консистенции вы хотите получить холодец. Готовьте свой желатин согласно инструкции на упаковке. У меня надо залить холодной водой, дать набухнуть и нагреть. Мясо я отделила от костей. Посмотрите, вроде бы были отходы, а получается почти 500 грамм чистого мяса. У бульона сверху я убрала лишний жир и выливаю сюда теплый желатин. Тщательно размешиваю. В итоге у меня получается литр жидкости. К мясу добавляю соль, немного молотого мускатного ореха и молотого черного перца. С расчетом сразу на весь холодец. Добавляю измельченный чеснок. Выливаю бульон, тщательно размешиваю, переливаю в более подходящую по размеру посуду, накрываю и отправляю в холодильник. Ну а теперь я быстренько покажу, что обычно делаю с котлетами или с ленивыми голубцами. Это у меня обычные котлеты еще с прошлой заготовки. Выкладываю их в форму прямо в замороженном виде и заливаю соусом, который я сделала из обжаренного лука с морковкой с добавлением соли, специй, томата и сметаны. И все это разбавило необходимым количеством воды. Все это немного потушило. Кстати, при необходимости можно все заморозить прямо с соусом в форме для запекания. То же самое я периодически делаю в сковороде на плите. Накрываю крышкой и тушу до готовности. Ну а в данном случае отправляю форму в духовку. Запекаю при 190 градусах минут 40-45. Разумеется, котлеты можно просто пожарить, как обычно. Ну а я возвращаюсь к сегодняшним заготовкам. Ну вот, посмотрите, какой получается холодец. Иногда я просто замораживаю концентрированный бульон для супов и соусов, а мясные обрезки использую для салатов или начинок в пирожки. Если вы будете смотреть мои следующие видео похожего формата, увидите еще много разных вариантов заготовок. Это ленивые голубцы, котлеты, наггетсы, маринованные голени с крыльями, два бедра, оставленные для супа или салата и куриная грудка. Что-то приготовленное из этих заготовок мы съедаем на ужин, что-то берем на работу. В общем, очень удобно. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Делаете ли вы подобные заготовки и какие вас интересуют больше всего? Из курицы, из свинины и говядины или может быть из рыбы или даже из теста? Напишите! А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!